Музей книги Центральной городской библиотеки имени Владимира Маяковского представляет виртуальную выставку «Прикосновения гениев» в Фоксимеле, вошедшей в издание редкого фонда библиотеки. «Писать осознанно – это располагать текст бессознательно, так как пишешь, составляя собственный автопортрет», считает швейцарский психолог Макс Пульвер. «Всматриваясь в почерк и разбирая старое правописание, можно многое понять о человеке, эпохе и книге». Выставка «Прикосновения гениев» приглашает стать свидетелями фактов из истории человечества в целом и биографии исторических личностей, от государственных деятелей до деятелей искусств, художников, композиторов. Творческие рукописи всемирно известных русских и зарубежных классиков художественной литературы приглашают на литературную кухню авторов. Многие автографы могут рассматриваться и как утонченное произведение изобразительного искусства. На нашей выставке «Прикосновения гениев» только подлинные, проверенные экспертами записи с древнейших времен и до современности. Раздел «Древние записи» предваряет высказывание Бенедета Крочи «Мы предполагаем, что если написано, значит было». Что происходило, например, за две тысячи лет до нашей эры в Древнем Египте? С какими мыслями и идеями жили люди в те далекие времена? 2700-2100 годы до н.э. Древнее царство. Период правления фараонов Третьей-Шестой династий. В это время в Египте сформировалось централизованное, сильное государство. Наблюдался экономический, военно-политический и культурный расцвет страны. Всевозможные документы и религиозные тексты писали иератикой. Источником данного Фоксимиля послужило для нас издание редкого фонда библиотеки «Иллюстрированная всеобщая история литературы Иоганна Шера» 1896 года издания. Источником Фоксимиля записей Аминьимхета III фараона Древнего Египта из XII династии это Среднее царство, правившего приблизительно в 1853-1806 годах до н.э. послужило для нашей выставки издание 1915 года «История Египта с древнейших времен до персидского завоевания» Джеймса Генри Брестеда, профессора египтологии и восточной истории в Чикагском университете. По предложению Королевских академий Германии Брестед предпринял в начале XX века копирование и систематизацию египетских надписей в музеях Европы, содействуя составлению берлинского египетского словаря. В частности, и с отрывком из книги о мертвых знакомило современников собрание сочинений Вильяма Шекспира, выпущенное в пяти томах в 1902-1904 годах, издательством «Про гаузе фронт», знаменитая библиотека великих писателей под редакцией Семена Афанасьевича Венгерова. Книга о мертвых представляет собой сборник египетских гимнов и религиозных текстов, помещавшийся в гробницу с целью помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира и обрести благополучие в посмертии. Колоссальную роль играли рисунки, часто высочавшего уровня мастерства, помещаемые вместе с текстом, первый в истории пример книжной иллюстрации. Египтянам эти рисунки представлялись настолько важными, что очень часто при нехватке места они предпочитали не дописать текст, но уместить иллюстрацию. А во времена 21-й династии, около тысячных годов до н.э. даже появились экземпляры книги о мертвых, состоящие из одних рисунков. Изображения на страницах книги о мертвых египтянами не только рассматривались, но и читались почти так же, как и текст. Опасные странствия покойного, таинственные обитатели загробного царства, магические действия персонажей и странные предметы, которыми они оперируют, все это оживает на листах папируса. И перед нами разворачивается поразительный мир, созданный тысячелетиями духовных исканий, такой фантастический для нас и такой страшный и понятный для древних обитателей Египта. В редком фонде нашей библиотеки есть также прекрасное издание крупнейшего книгопечатника Маврикия Осиповича Вольфа, который в начале прошлого века познакомил любителей древности с трудами немецкого историка и писателя Вильгельма Вегнера «Эллада». Очерки и картины Древней Греции. Сочинение было чрезвычайно популярно у современников. Книга «Эллада» вышла первым изданием в 1862 году и до революции издавалось пять раз. Обширный и фундаментальный труд о древних Эллинах. Здесь показана их домашняя и общественная жизнь, их битвы, победы и поражения, их расцвет и упадок, их творения в области искусства и науки. Материал прекрасно иллюстрирован. Изображения скульптур и художественных предметов были предоставлены для этого издания крупнейшими европейскими музеями. Архитектурные чертежи и рисунки происходят из частных коллекций. Для посетителей нашей выставки из книги «Эллада» мы представили фоксимили свинцовых плиточек с вопросами к Додонскому оракулу, который был очень популярен в VI-V веках до н.э. Множество найденных при раскопках на месте святилища бронзовых и свинцовых табличек с обращенными к Аракулу вопросами и ответами жрецов знакомят нас с внутренним миром простых людей, с их чаяниями, поисками, надеждами. Во время раскопок было найдено более двух с половиной тысяч таких посланий из прошлого. Всеведущий Бог должен был ответить посетителю храма, украли ли у него одеяло или они просто потерялись. Спрашивали, как сохранить здоровье близких, какой дом взять, предележе наследство, городской или сельский. Родятся ли еще дети, кроме имеющейся дочери. Какой-то хитрец интересовался, удастся ли задуманное им предприятие, если он поступит так, как решил. Уже упомянутая нами ранее иллюстрированная всеобщая история литературы Иоганна Шера из редкого фонда нашей библиотеки знакомилась с современников, в частности, и с узелковым письмом древних перуанцев. Кипу – это древняя мнемоническая и счетная система инков в Южной Америке, своеобразная письменность, которая представляет собой сложные веревочные сплетения и узелки, изготовленные из шерсти южноамериканских верблюдовых, либо из хлопка. В кипу может быть от нескольких свисающих нитей до двух с половиной тысяч. Она использовалась для передачи сообщений посыльными. Наиболее древняя протокипу датируется приблизительно трехтысячным годом до нашей эры. Все та же иллюстрированная всеобщая история литературы Иоганна Шера содержит в Аксимеле из одного из крупнейших литературных произведений в мире – Махабхарата, что означает санскрита «Великое сказание о потомках Бхараты» по имени царя Бхараты. Время формирования Махабхараты – вторая половина первого тысячелетия до нашей эры. Сочинение представляет собой сложный, но органичный комплекс древнеиндийских эпических повествований. Состоит из 18 книг «Парф» и содержит более 75 тысяч двустишей «Шлок», что в несколько раз длиннее Илиады и Одиссеи вместе взятых. Махабхарата – источник многих сюжетов и образов, получивших развитие в литературе народов Южной и Юго-Восточной Азии. В индийской традиции считается пятой ведой. Одно из немногих произведений мировой литературы, которая само о себе утверждает, что в нем есть все на свете. На нашей выставке в разделе «Древние записи» можно также увидеть фоксимили Максима Грека, религиозного публициста, писателя и переводчика. В миру Михаил Триволес родился в 1470 году, этнический грек, канонизирован русской церковью в лике преподобных. Для демонстрации этого фоксимили мы использовали издание редкого фонда библиотеки «История книги в России», выпущенное издательством Маврикия Осиповича Вольфа в 1913 году. Данная книга содержит чрезвычайно редкие и любопытные снимки с древних рукописей, образцы первопечатных книг и позднейших редких изданий, портреты, копии картин, гравюр, собранных писателем, историком, просветителем Сигизмундом Феликсовичем Лебровичем. Газета «Московские ведомости» за февраль месяц 1913 года писала История книги в России в популярной форме знакомит читателя с постепенным развитием в России книжного образования. Вестник Юга за тот же 1913 год, декабрь месяц, пишет «Каждый, кто интересуется судьбой русской книги со времени первого ее появления на Руси, найдет в этом издании научно и в то же время популярно изложенную массу фактов, в том числе очень много таких, которые мало или совсем неизвестны». «Костромская жизнь» за февраль месяц 1914 года. Труд господина Лебровича серьезный, добросовестный и заслуживающий полного внимания. Автор в своей книге использовал громадный, интересный материал и использовал его в высшей степени умело. Источником многих в Аксимеле на выставке «Прикосновения гениев» послужило также издание нашего редкого фонда «Вселенная и человечество». «История исследования природы и приложение ее сил на службу человечеству» под общей редакцией Ганса Кремера. Выпущено в Санкт-Петербурге издательством «Просвещение». Пятитомное издание «Вселенная и человечество», впервые увидевшее свет в начале 1900-х годов Германии, сразу же завоевало любовь читателей и восторженные отзывы к критике. Книга написана выдающимися немецкими учеными и содержит весь комплекс знаний о мире, накопленных к началу XX века геологами, геофизиками, ботаниками, биологами, антропологами, астрономами и представителями других научных дисциплин. Александр Станиславович Догель, осуществивший перевод этой книги, выдающийся отечественный ученый, один из основоположников нейрогистологии, ординарный профессор Петербургского университета, член-корреспондент Российской академии наук, основатель журнала «Русский архив анатомии, гистологии и эмбриологии», член комитета по присуждению Нобелевских премий. Данное издание содержит около полутора тысяч рисунков в тексте и множество фотографий, фототипий, планов, схем, карт и таблиц на отдельных листах. Для нашей выставки из этой книги мы выбрали фоксимили итальянского мореплавателя Колумба в 1492 году, открывшего для европейцев новый свет – Америку, а также фоксимили отрывка христианского календаря в письменах ацтеков – индейского народа в Центральной Мексике. Цивилизация ацтеков XIV-XVI века обладала богатой мифологией и культурным наследием. Издание «Вселенная и человечество» знакомило современников и с записями Абеля Янсена Тасмана – голландского мореплавателя, исследователя и купца. Он получил мировое признание за возглавляемые им морские походы в 1642-1644 годах. Имя мореплавателя носит остров Тасмания и Тасманово море. В этой же книге «Вселенная и человечество» мы встретим и фоксимили ученого-свидетельства немецкого помощника-аптекаря 1691 года. Аптекарский помощник – низший из трех ученопрактических званий, присваиваемых фармацевтам – магистр формации, провизор и аптекарский помощник. В аптеке ученик выполнял самую трудную и однообразную работу – дробление, толчение, изрезывание и просеивание лечебных трав, коры, стеблей, корней и корневищ. Кроме работы в аптеке, ученик должен был помогать владельцу аптеки вести его домашнее хозяйство. По истечении указанного в договоре времени ученик сдавал экзамен на звание аптекарского помощника. После этого он получал соответствующее свидетельство «Мог носить шпагу или трость, пудрить волосы». Теперь посетители обращались к нему со словами «сударь», «господин», «сэр», «пан» и т.д. в зависимости от страны. В 1914 году крупнейший книгопечатник начала прошлого века Иван Дмитриевич Сытин выпустил «Повесть о горе и злосчастье, как горе и злосчастье довело молодца во иноческий чин». По времени своего возникновения повесть относится предположительно к первой половине XVII века. Сюжет повести сводится к рассказу о том, как некий добрый молодец, он не назван по имени, попадает в кабак, куда зазвал его мил друг. Там он убивается без памяти, а затем, ограбленный, становится бродягой. Его неотступно преследует горе-злочастие, и никак не может он уйти от горя. Горе-злочастие овладело молодцом, когда он приступил в заповедь о послушании родителям и отступает от него, когда он возвращается в лоно церкви. Впервые в русской литературе с такой силой и проникновенностью была раскрыта внутренняя жизнь человека. С таким драматизмом рисовалась судьба падшего человека. Все это свидетельствовало о каких-то коренных сдвигах в сознании автора, несовместимых со средневековыми представлениями о человеке. Древняя русская литература всегда была сурова в осуждении грешников, всегда прямолинейна в развлечении добра и зла. Автор с сочувствием следит за судьбой своего героя, так как понимает, что добрый молодец – жертва неопытности, неустойчивости характера и неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Конечно, молодец пал, но поднялся. Один бог без греха. Человек живет, чередуя падения и восстания. Иная жизнь на земле попросту невозможна. Человек достоин сочувствия просто потому, что он человек, пусть падший и погрязший в грехе. В редком фонде нашей библиотеки хранится также сказание о похождении и о храбрости от младости до старости его бытия молодого юноши и прекрасного русского богатыря. Зело послушайте дивно Еруслана Лазаревича. Из этой же серии – библиотека старорусских повестей книга издателя Ивана Дмитриевича Сытина. История повествует о многочисленных воинских и любовных похождениях молодого и прекрасного богатыря. Ее герой Еруслан, несмотря на свое иноземное происхождение, часть его приключений основана на восточном сказании о Рустеме, популярнейшем эпическом герое средневекового Востока, стал народным русским богатырем, подобным былинному Илье Муромцу или сказочному Ивану Царевичу. А сама повесть о его приключениях, первые дошедшие из списки датируются 1640-ми годами, стала превращаться в народную книгу. Существуют многочисленные переделки повести, лубочные и сказочные, разнообразные издания, бойко раскупавшиеся на ярмарках и доставлявшие много радости любителям приключений. Сказание о Еруслане Лазаревиче – одна из популярных русских повестей 17 века, прочно вошедшая в круг народного чтения. Виссарион Григорьевич Белинский, анализируя стихотворение Алексея Васильевича Кольцова и круг его юношеского чтения, писал «На Руси ни одна одаренная богатой фантазией натура, подобно Кольцову, начала с этих сказок, с Бова и Еруслана, свое литературное образование». Николай Александрович Львов, один из самых ярких и разносторонних представителей русского просвещения, писал в конце XIX века. В творчестве русских поэтов XVIII-XIX веков, начиная с Михаила Матвеевича Хераскова, фигура Еруслана стала символом бесстрашия русского воина и витязя времени чудесного века князя Владимира. Наконец, Александр Сергеевич Пушкин навсегда закрепил это представление о Еруслане, своей поэмой «Руслан и Людмила». Основой для повести сказания про храброго витязя, про Бова Королевича, из этой же библиотеки старорусских повестей послужил французский стихотворный роман XIII века, чрезвычайно популярный в средневековой Европе. Итальянская версия романа Бова из Антони в XVI веке была переведена на сербский и белорусские языки и стала известна на Руси. О популярности повести свидетельствует тот факт, что до 1918 года она выдержала более 200 изданий. В процессе культурной адаптации текст претерпел значительные изменения. Произошло снижение жанра. Итальянские имена героев русифицировались. Бев – Столбовой, Друзиана – Дружневной, Пуличане – Полкан. В русской литературе неоднократно предпринимались попытки создать произведения по мотивам произведений о Бове Королевича. Но работа всякий раз прерывалась. Неоконченный Бова Александра Николаевича Радищева, над которым тот трудился в 1799 году, имеет под заголовок «Богатырская повесть стихами». Сказка Александра Сергеевича Пушкина «Бова», в которой он переработал слышанную в детстве народную сказку, также осталась незавершенной. Раздел «Государственные деятели» на нашей выставке предваряет цитата императора французов Наполеона I. «Политика. Вот судьба». Открывает этот раздел книга Натальи Михайловны Дементьевой и Анна Дарк «Историческая хроника». 1895 года издания. Книга стала первым написанным на русском языке популярным биографическим очерком о Жанне Дарк «Орлеанской деве». Автор стремилась очистить биографию своей героини от вымыслов. Свою книгу Наталья Михайловна посвятила своему племяннику, будущему поэту Сергею Михайловичу Соловьеву. На момент издания книги ему было 10 лет. В этой книге содержится множество факсимили, среди которых и подпись Карла VII победителя, короля Франции, провозглашен в 1422 году. Его правление было ознаменовано выдающимися военными победами французов под командованием Жанны Дарк и окончанием Столетней войны, по итогам которой за Англией из ее огромных владений на континенте осталось лишь Кале. Главнокомандующий бургунцев Иоанн Люксембургский хотел получить выкуп за плененную Жанну. Однако Карл предал спасительницу Франции, даже не вспомнив того, что Жанна для него сделала. Пьер Кашон, епископ-магистр искусств, доверенное лицо и исполнитель особых поручений бургундского герцога Филиппа Доброго, организатор и председатель руанского инквизиционного процесса над Жанной Дарк. Пьер Кашон добился того, что Жанну обвинили в ересе. Его подпись также представлена в этой исторической хронике. В книге из редкого фонда нашей библиотеки «История Петра Великого» автор Чистякова Софья Афанасьевна, 1903 год издания, представлены иллюстрации картин известных художников, редкие фотографии из музейных архивов, раскладные фоксимели и многое другое. В предисловии говорится, что данное издание имеет целью дать именно свод того, что путем исторических изысканий известно о Петре. Свод написан не в сухой форме летописи, но в виде интересного историко-биографического очерка, строго основанного на фактах. Среди фоксимели и записи Петра Первого Алексеевича, царевича Алексея Петровича, старшего сына Петра Первого, царицы Евдокеи Федоровны, урожденной Лопухиной, первой супруги Петра Первого, матери царевича Алексея. Следующая представленная на нашей выставке книга «Воспоминания Бестужевых» 1931 года издания знакомит читателей с записями штабс-капитана лейб-гвардии Московского полка, декабриста, писателя Михаила Александровича Бестужева. Издательство Всесоюзного общества политкоторжан и ссыльнопоселенцев, выпустившее эту книгу, работало в Москве с 1921 года до 1935 года. Имело книжный магазин «Маяк». Издательство выпускало научную и научно-популярную документальную и мемуарную литературу по истории революционного движения в России. Издательство ввело в научный оборот значительное число документов и фактических материалов. Со множеством фоксимеля знакомит наших читателей также альбом о жизни Феликса Эдмондовича Держинского, выпущенный в разгар культа личности Сталина в 1951 году издательством «Искусство». Вся биография Держинского – это история русского подполья, рабочего движения в конце XIX – начале XX века, партии РСДРП, революции и гражданской войны. Поэтому и рассказ о его жизни отражает этапы революционной борьбы, становится повествованием о череде ссылок, арестов, скитании по тюремам, описанием нелегальных собраний, стачек, манифестаций. Приводятся цитаты из писем и трудов Держинского, фоксимеля его рукописей. Представлен список ключевых дат жизни революционера, сведения о промышленных объектах и улицах, увековечивших память о нем. Помещены фотографии из семейного и личного архива Держинского, в зарисовке мест ссылок и заключений, тюремные портреты, реконструкции важных исторических событий, в которых он принял участие. Издание выпущено на высоком полиграфическом уровне, на бумаге, изготовленной госзнаком, выпускавшем лучшую бумагу для денежных знаков, паспортов, международных документов и представительских изданий. Иллюстрации выполнены в различных техниках высокой и глубокой печати, в том числе и в технике гравюры. Это редкое парадное издание конца сталинской эпохи, предназначенное для подарка высокопоставленным лицам советского государства. Немалая часть раздела нашей выставки писателей посвящена российскому прозаику, поэту, философу Александру Николаевичу Радищеву, чье 270-летие со дня рождения мы отмечали в 2019 году. Отец автора путешествия из Петербурга в Москву, отставной майор Николай Афанасьевич Радищев, был одним из тех, на чьи пожертвования 10 лет строилась монастырская колокольня Саровской обители. Этот величественный белый столб, уходящий ввысь, символизирует тот духовный путь, который каждый христианин должен пройти в своей жизни. На нашей выставке репринтное издание «Путешествие из Петербурга в Москву», издательство «Академия», 1935 год издания. Как известно, почти весь тираж, 650 экземпляров, был сожжен автором, когда он узнал о следствии, начатом по поводу издания его книги. В продажу поступило всего 25 экземпляров, и 6 экземпляров были подарены авторам разным лицам. По распоряжению императрицы Екатерины II уцелевшие экземпляры разыскивались и уничтожались. С этих уцелевших экземпляров снимались многочисленные рукописные копии, которые потом, переходя из рук в руки, делали свое революционное дело. Первую попытку опубликовать путешествие предпринял Александр Иванович Герцен, выпустивший это произведение Радищева в 1858 году в Лондоне в конвалюте с памфлетом деятеля русского просвещения Михаила Михайловича Щербатова о повреждении нравов в России. Ее предполагаемый тираж – 1500 экземпляров. Через 10 лет в России вышло коммерческое издание книготорговца Шигина «Радищев» и его книга «Путешествие из Петербурга в Москву». Издатель выпустил нечто вроде критического разбора путешествия с извлечениями из книги Радищева. Шегин добился разрешения на распространение этого опуса, но от оригинала почти ничего не осталось. В 1868 году запрет на публикацию «Путешествие» был снят, однако вышло предписание, чтобы новые издания книги проверялись по действующим правилам. При либеральном Александре II путешествие также не прошло цензуру, и почти весь двухтысячный тираж полного собрания сочинений Радищева 1872 года издания под редакцией Петра Александровича Ефремова был уничтожен. Лишь в 1888 году появилось точное воспроизведение Радищевского путешествия, выпущенное знаменитым издателем Алексеем Сергеевичем Сувориным, у которого были связи в областных кругах, позволившие ему добиться разрешения напечатать запрещенную книгу. Это библиофильское издание вышло тиражом всего в 100 экземпляров и было первой легальной и неподвергнутой уничтожению публикации сочинения Радищева в России. Алексей Суворин повторил это издание в 1906 году. К середине XX века сохранилось около полутора десятков первого издания путешествия, находящихся в государственных хранилищах и частных собраниях. В нашем редком фонде «Путешествие из Петербурга в Москву», отпечатанное в 1935 году издательством «Академия» с экземпляра первого издания, принадлежавшего автору. К изданию приложен отдельный том справочных материалов с описанием всех рукописных и печатных изданий «Путешествия». Тираж книги 5300 экземпляров. Это издание относится к числу лучших советских фоксимильных изданий довоенного времени. В нашем музее книги хранится также юбилейное издание «Путешествие», выпущенное государственным издательством художественной литературы в 1950 году в честь 200-летия со дня рождения Александра Николаевича. В это издание включено множество фоксимили, среди которых и записки Екатерины II в связи с выходом путешествия, и письмо родищего к родным из крепости после вынесения ему смертного приговора и другие документы из книги. Отдельного внимания достойна еще одна юбилейная дата 2019 года, 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. На выставке фоксимили «Прикиосновения гениев» представлено шеститомное собрание его сочинений, выпущенное издательством «Брагаузе фронт» в 1907-1915 годах. Вклад пушкинского гения в русскую литературу бесценен. Записи поэта, безусловно, представляют огромный интерес. Самыми замечательными, специфически пушкинскими черновыми рукописями являются его рабочие тетради. Первой их особенностью является необыкновенная пестрота и разнообразие содержания. Части больших произведений перемежаются с астрофами Евгения Онегина. Наброски стихотворений перебиваются черновиками писем. Отрывки художественной прозы находятся в соседстве с записями автобиографического характера. На многих страницах находим пометы, тайны, думы, письмена, разгадыванием смысла которых занято было не одно поколение пушкинистов. Наконец, разбросанные на более чем 450 страницах от полутора тысяч до двух рисунков поэта придают этим тетрадям то великое своеобразие и волнующую выразительность, которые позволяют почувствовать живого, творящего Пушкина. «Рисунками поэта я восхищался с молоду», пишет Николай Васильевич Кузьмин в своем сочинении «Художник и книга» еще до того, как они стали предметом изучения специалистов. «Я не подражал, попробуйте подражать» рисунком Пушкина, а лишь следовал его методу рисования пером, сразу без предварительного карандашного контура. Это трудный метод, изведешь вороха бумаги, прежде чем добьешься желаемого результата. «То, что Пушкин смаху достигал в своих портретных набросках, пером по бумаге или мелком по зеленому сукну ломберного стола, поразительного сходства, об этом свидетельствуют многие современники поэта, всегда казалось мне чудесным даром». Когда Василий Андреевич Жуковский впервые увидел пушкинские черновики, он был поражен числом переделок и помарок, с каким трудом писал он свои легкие, летучие стихи. Нет строки, которая не была несколько раз перемарана. Но в этом-то и заключается тайная прелесть творения. Что было бы с наслаждением поэта, когда бы он мог производить без труда? Все бы очарование его пропало. Черновые рукописи поэмы Евгений Онегин напечатаны в большом 20-тонном академическом издании сочинений поэта, которое хранится и в нашем редком фонде. Издательство Академии наук СССР выпускало это издание свыше 20 лет – с 1937 года по 1959. В годы революции обнаружено и объединено в государственных хранилищах большое количество пушкинских автографов, которые были или неизвестны прежним редакторам сочинений Пушкина, или считались утраченными, а также нашлись и такие, о существовании которых вообще никто не знал. «По постановлению Совета народных комиссаров СССР 30 декабря 1936 года настоящее издание включено в систему мероприятий юбилейных торжеств, которыми правительство отмечало во всей нашей стране печальную годовщину – столетие со дня смерти Пушкина. Для настоящего издания впервые прочитаны до последнего слова все его черновики. Впервые систематически изучены рукописные сборники, сохранившие копии произведений, неизвестных ни в печати, ни в автографах, в том числе произведения лицейского периода творчества поэта, где обнаружены многие новые тексты. Впервые печатаются все варианты к Евгению Онегину в последовательном и вполне развернутом виде. То же самое мы видим в поэмах «Кавказский пленник», «Руслан и Людмила», «Цыганы» и прочее. В отделе исторических работ публикуются впервые все 32 тетради с черновыми записями Пушкина по истории Петра Первого. Такие же новые добавления мы встречаем в томах, посвященных переписке и при публикации многих иных произведений Александра Сергеевича Пушкина. Настоящее издание представляет собой полное собрание всего, писанного Пушкиным. Из черновых рукописей поэта мы находим, что в сравнении с окончательными текстами они представляют собой порой совсем другую жизнь и других людей. Так, например, переменились под пером Пушкина гости Лариных. Теперь в Онегине мы о них читаем. «Под вечер иногда сходилась с соседей добрая семья, нецеремонные друзья». А сначала о гостях Ларина сказано было у Пушкина иначе. Под вечер у него сходилась с соседей милая семья, дворан, дворян сбиралась семья, исправник, поп и попадья. Об архивных юношах, впервые увидевших Татьяну, теперь сказано. «Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят, и про нее между собою неблагосклонно говорят». В черновых строках Онегина «Архивные юноши толпою на Таню издали глядят, о милой деве между собою они с восторгом говорят». В окончательном тексте о первом появлении Татьяны в столичном театральном зале читаем. «Не обратились на нее ни дам ревнивые лорнеты, ни трубки модных знатоков из лож и кресельных рядов». И черновая рукопись. «И обратились на нее и дам ревнивые лорнеты, и трубки модных знатоков из лож и кресельных рядов». В печатном тексте романа о стихах Ленского мы читаем. «Он пел любовь, любви послушной. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туман нудаль». Меж тем в черновых строках, которым суждено было оставаться до недавнего времени в рукописи, о Ленском говорилось. Но чаще гневную сатирой одушевлялся стих его. В другой запретной строфе романа Пушкин сказал о нем. «Быть может, он совершить мог грозный путь, или быть повешен, как Рылеев». Черновик строфы Онегина, связанный с возвращением Пушкина из ссылки, открывает нам, как Пушкин нашел слова, в которых так сильно и правдиво выразилась его любовь к родной ему Москве. Сначала Пушкин написал «В изгнании, в горести, в разлуке, Москва, как помнил я тебя». Потом «Москва, как жаждал я тебя». Еще иначе «Москва, как я любил тебя, святая Родина моя». Оставив в черновой рукописи эти строки, Пушкин создал стихи, которым суждено было остаться в памяти народа. «Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думала о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось». В черновике Пушкин сначала написал «Для сердца моего слилось», но изменил затем и этот стих, чтобы сказать «Для сердца русского слилось». Еще одна юбилейная дата прошлого года – 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. На нашей выставке «Прикосновения гениев» издание его сочинений «Москва, товарищество Кошнырев и Ко» и «Книжный магазин Прянишникова», выпущенное в 1891-1899 годах. Это юбилейное издание, в котором представлены иллюстрации именитых русских художников, а также многочисленные иллюстрации, выполненные самим Лермонтовым – пейзажи Кавказа, портреты, бытовые зарисовки. В издании представлены и записи матери поэта Лермонтовой Марии Михайловны. Семейные отношения родителей сложились неблагополучно, чему способствовали неровный характер отца, взаимная неприязнь родителей поэта. Современники рассказывали о доброте Марии Михайловны, лечившей крестьян, о ее музыкальности. «Нередко играла на фортепиано и пела, взяв на колени сына. Когда я был трех лет, вспоминал Лермонтов, то была песня, от которой я плакал. Ее певала мне покойная мать. Мария Михайловна умерла от чахотки 22 лет, похоронена в Тарханах». Автобиографичные слова героя юношеской драмы Лермонтова «Я странный человек», посвященный матери. На ее коленях протекали первые годы моего младенчества. Ее имя было первой моею речью. Ее ласки облегчали мои первые болезни. Образ матери от звуков ее песни прошли через многие произведения Лермонтова. Поэма «Сашка», стихотворение «Ангел», «Пусть я кого-нибудь люблю», «Кавказ» и другие. На нашей выставке представлена также поэма «Демон». Книга иллюстрирована Альфредом Рудольфовичем Эберлингом, русским художником, иллюстратором, профессором Академии художеств. «Санкт-Петербург. Товарищество Голики и Вильборг. 1910 год». В конце книги фоксимили рукописи Лермонтова, находящейся в Лермонтовском музее в Санкт-Петербурге. Данное издание – один из лучших образцов полиграфического искусства. Текст поэмы воспроизведен с издания демона 1857 года, отпечатанного в Карлсруе. Михаил Юрьевич Лермонтов начал писать поэму «Демон» в 14-ти летнем возрасте и работал над ней в течение десяти лет с 1829 по 1839 год. Исследователям известно как минимум о восьми вариантах демона. Поскольку при жизни автора поэма не была опубликована, текстологи так и не пришли к единому мнению относительно того, какую редакцию следует читать канонической. Рукописи, передававшиеся друзьями и знакомыми поэта, нередко оказывались комбинированными, собранными из разных версий. Несмотря на многочисленные переделки, первая строка «Печальный демон», «Дух изгнания» сохранилась в неизменности. Первый набросок содержал всего 92 стиха. Между переходами от редакции к редакции у Лермонтова возникали иные замыслы, связанные с тем же героем. Незадолго до создания третьей редакции он сделал запись «Мемор» написать длинную сатирическую поэму «Приключения демона» 1831 год. К 1832 году относится запись сюжета Лермонтовым «Неосуществленного». Демон. Сюжет. Во время пленения евреев в Вавилоне. Из Библии. Еврейка. Отец слепой. Он в первый раз видит ее спящую. Потом она поет отцу про старину и про близость ангела. И прочее, как прежде. Евреи возвращаются на родину, ее могила остается на чужбине. Принципиально новым этапом в работе над поэмой стали редакции, созданные после возвращения с Кавказа. Демон превращается в восточную повесть. Смерть Тамары в поздних редакциях происходит также не по вине главного героя, но в результате действия неумолимого закона мироздания. Соприкосновение с демоном губительно. Действия поэмы переносятся из условной Испании на вполне конкретный Кавказ в шестой редакции, написанной Лермонтовым вскоре после возвращения из первой ссылки. Этот первоначальный вариант шестой редакции единственный из поздних редакций Демона, сохранившийся в авторизованной копией с датой 8 сентября 1838 года. Именно эта шестая редакция получила известность во множестве списков. В 1838 году поэт подарил своей возлюбленной Варваре Лопухиной авторскую рукопись с посвящением «Я кончил, и в груди невольное сомнение». Собираясь публиковать поэму, Лермонтов продолжил совершенствовать текст. Появился новый финал, в котором ангел спасает душу Тамары. Двойное поражение демона усиливало пафос отчаяния. Так возникла седьмая редакция, 4 декабря 1838 года. В начале 1839 поэма привлекла внимание высших кругов общества, близких к императорскому двору. Ею заинтересовалась сама императрица. Ко двору был представлен исправленный или каллиграфически переписанный текст, в который поэт внес новые поправки и исключил диалог о Боге. «Зачем мне знать твои печали?» 8-9 февраля 1839 года этот текст был прочитан императрице и возвращен автору. Восьмая редакция поэмы, после которой текст уже не переделывался и легла в основу издания 1856 года. В марте демон был представлен в цензурное ведомство. Цензор Александр Никитенко, на рассмотрении которого оказалась рукопись, собственноручно удалил из текста многочисленные крамольные фрагменты. Тем не менее, в итоге он дал разрешительный вердикт. Однако позже цензура объявила о недопуске демона к печати. 29 октября Лермонтов читает «Демона», шестую редакцию в узком кругу друзей у Карамзиных. Об этом чтении Софья Николаевна рассказывала сестре. В субботу мы имели большое удовольствие послушать Лермонтова, который обедал у нас, прочитавшего свою поэму «Демон». Избитое заглавие, скажешь ты, но, однако, сюжет новый, полный свежести и прекрасной поэзии. Это блестящая звезда, которая восходит на нашем литературном горизонте, таком тусклом в данный момент. Чтение демона становится событием и входит в моду. Поэму переписывают. Творения Лермонтова обычно считались такого рода, что годились лишь для холостецких альбомов. И нередко случалось, что мужья и братья, увидев у своих дам рукописный экземпляр демона, отбирали в них листы, ведь, по их мнению, Лермонтов годился только для мужчин, причем в откровенной компании. Эта репутация переламывалась с большим трудом. Между тем демон становился все популярнее. Поэму стали читать в салонах великосветских дам и кабинетах сановных меценатов. Вот уже красавица княгиня Щербатова после чтения поэму у нее в доме объявила поэту. «Мне ваш демон нравится. Я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака». А другая светская красавица Сламирская, танцую с Лермонтовым, на одном из балов, высказалась так. «Знаете, Лермонтов, я вашим демоном увлекаюсь. Его клятвы обаятельны до восторга. Мне кажется, я могла бы полюбить такое могучее, властное и гордое существо, веря от души, что в любви, как в злобе, он был бы действительно неизменен и велик». В 1842 году в журнале «Отечественные записки» были опубликованы отрывки из поэмы. Первое полное издание произведения состоялось в Германии в 1856 году, в России в 1860. На нашей выставке представлено также иллюстрированное полное собрание сочинений Михаила Юрьевича Лермонтова 1915 года издания, которое содержит в оксимеле стихотворение «Отчизна». Первым известным откликом на стихотворение Лермонтова еще до его опубликования явилось письмо Виссариона Григорьевича Белинского «Литературную критику» Василию Петровичу Боткину от 13 марта 1841 года. «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его родина, то Аллах Керим. Что за вещь? Пушкинская. То есть одна из лучших пушкинских». Николай Александрович Добролюбов в статье о степени участия народности в развитии русской литературы отметил, что Лермонтов, умевший рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе. Доказательством, писал критик, служит его удивительное стихотворение Родины, в котором он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к Отечеству истинно, свято и разумно. На нашей выставке представлен также первый том 12-томного издания полного собрания сочинений Ивана Сергеевича Тургенева, выпущенного в виде приложения к журналу «Нива» в Санкт-Петербурге издательством Адольфа Федоровича Маркса. О значении выхода этого издания и популярности Ивана Сергеевича Тургенева в конце XIX века говорит следующая статья из журнала «Мир Божий» за номером 3 1898 года. Появление сочинений Тургенева будет, по всей вероятности, самым выдающимся литературным событием 1898 года. Сочинения знаменитого писателя в один год разойдутся в большем числе экземпляров, чем за все предшествовавшее время, и сделаются доступными самому обширному кругу читателей. До настоящего года сочинения Тургенева вместе с отдельным изданием его стихотворений стоили 16 рублей 50 копеек. Подписчикам Женевы полное собрание сочинений одного из знаменитейших и популярнейших русских писателей будут стоить за вычетом стоимости журнала и других приложений к нему не более 5 рублей. Первый том нового издания сочинений Тургенева, заключающий записки Охотника, производит вполне удовлетворительное для дешевого издания впечатление. Говорить о высоких художественных достоинствах и важном историческом значении записок Охотника дело совершенно лишнее. Остается только радоваться, что тот 200 тысяч экземпляров этой великой книги разойдется по обширной России в течение одного года. Но нельзя не пожалеть, что биографический очерк, приложенный к первому тому, страдает многими курьезными недосмотрами, неточностями и даже ошибками. Составленный по видимому лицом близко стоявшим к покойному писателю и перепечатанный из глазуновского издания сочинений Тургенева, этот биографический очерк уже неоднократно вводил в заблуждение даже историков новейшей русской литературы, например, Скобичевского. И в настоящее время еще более укрепит в читающей публике некоторые ошибочные факты из биографии Тургенева. «Правда, эти факты могут показаться мелочными, но Тургенев достоин того, чтобы и в мелочах его биография была хорошо разработана». Конец цитаты. В первом томе этого издания за портретом на отдельной цветной двухсторонней раскладывающейся в клейке два фоксимильных автографа писателя из стихотворений в прозе. «Один. Как хороши, как свежи были розы». Стихотворение «Как хороши, как свежи были розы» написано в 1879 году. Житель двух столиц, французской и русской, Иван Тургенев доживал свой век в Европе, рядом с самым близким для него семейством Виардо. Название миниатюре дала первая строчка из стихотворений Ивана Мятлева «Розы». Стихотворение Ивана Мятлева опубликовано впервые в 1835 году, то есть за 40 лет до появления Тургеневской миниатюры. Второй фоксимили «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Впервые эта фраза вошла в обиход в 1882 году. Ее автор Иван Сергеевич Тургенев. Сам Иван Тургенев долго воспринимал свои стихотворения в прозе как наброски, не собирался он их и печатать. После публикации миниатюры получили высокую оценку как коллег по Перу, так и читающей публики. В редком фонде нашей библиотеки хранится представленная на выставке издания книготорговца и издателя Сергея Аполлоновича Скирмунта «Галерея русских писателей», выпущенная в 1901 году. В этом собрании фигурируют и великие русские писатели, и авторы меньшей величины, и даже писатели малозначительные. К каждому портрету приложены краткие сведения о жизни и литературной деятельности соответствующего писателя. В современной коллекции редкого фонда хранится также великолепное издание 2015 года «Флейта позвоночник» Владимира Маяковского. Европейский университет в Санкт-Петербурге с 2012 года издает серию книг под общим названием «Авангард». Руководит серией «Знаток» и поклонник русского «Авангарда» Андрей Росомахин, литературовед, искусствовед, исследователь «Авангарда», инициатор историко-искусствоведческого проекта «Россия как медведь», автор книг о Хлебникове Хармсе с Болоцком. Каждое издание, состоящее из сборника статей и комментариев к репринтному изданию «Авангардной книжки» отличает высокий уровень научной подготовки и художественного оформления. Представленное на нашей выставке издание впервые включает фоксимильное воспроизведение книги 1916 года с синхронным восстановлением цензурных изъятий, а также фоксимили уникального рукописного экземпляра поэмы, созданного Владимиром Маяковским и Лилией Брик в 1919 году, Собрание Государственного музея Владимира Владимировича Маяковского. Поэма впервые сопровождается подробным комментарием и статьями Анны Юрьевны Сергеевой Клятис, доктора филологических наук, старшего научного сотрудника кафедры литературно-художественной критики и публицистикой. Литературовед, искусствовед, исследователь «Авангарда», инициатор историко-искусствоведческого проекта «Россия как медведь», автор книг о Хлебникове Хармсе с Болоцком. Каждое издание, состоящее из сборника статей и комментариев к репринтному изданию «Авангардной книжки», отречает высокий уровень научной подготовки и художественного оформления. Представленное на нашей выставке издание впервые включает фоксимильное воспроизведение книги 1916 года с синхронным восстановлением цензурных изъятий, а также фоксимили уникального рукописного экземпляра поэмы, созданного Владимиром Маяковским и Лилией Брик в 1919 году. Поэма впервые сопровождается подробными комментариями статьями Анны Юрьевны Сергеевой Клятес, доктора филологических наук, старшего научного сотрудника кафедры литературно-художественной критики и публицистики факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, автор книг о Пастернаке «Батюшка Вибродском», а также комментариями Андрея Росомахина, в которых эксплицирован концентрированный гафманианский подтекст поэмы, учтены перекрестные мотивы поэзии Маяковского, предпринят опыт дешифровки его самого магического произведения. Обширный иллюстративный ряд призван выполнить роль параллельного визуального комментария, чья задача — облегчить читателю проникновение в эпоху и передать ее подлинную атмосферу. Раздел «Музыканты» на выставке «Прикосновения гениев» предваряет высказывания Вольфганда Амадея Моцарта «Музыка не в нотах, но в тишине между ними». В одном из самых заслуженно известных и ценных музыковедческих изданий «История музыки всех времен и народов» Санкт-Петербург. Издательство «Шиповник. 1913 год» содержится множество фоксимили. Издание подготовлено профессором Ливерием Антоновичем Сакетти и включает исчерпывающие очерки о жизни в музыкальном гении и творениях знаменитых деятелей европейской музыкальной культуры 19-го столетия – Бетховене, Шуберте, Леве, Вебере, окружающей их музыкальной среде. Ливери Сакетти – русский историк и теоретик музыки, музыкальный критик, педагог. Происходил из старинной итальянской семьи музыкантов. Его труды по истории музыки, музыкальной теории, сольфеджио и эстетике в течение ряда лет использовались как пособия в русских консерваториях и музыкальных школах. Издание богато художественными портретами, гравюрами, литографиями, рисунками, рельефами с памятников, большим числом нотных фрагментов, листами рукописного архивного наследия великих музыкантов, письмами, документами, а также малоизвестными архивными фотографиями. Еще одно издание из этого раздела – «Биография композитора с XIV по XX век» под редакцией Ильинского 1904 года издания. Александр Александрович Ильинский – русский композитор и педагог, автор светских и духовных сочинений, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. В книге в сжатом виде наны краткие и точные сведения о жизни и деятельности главнейших композиторов каждой эпохи с, возможно, полным перечислением их произведений. Великие имена и великие произведения творцов музыкальной стихии – Моцарта, Баха, Штрауса, Брамса, Вивальди, Паганини, Листа, Россини, Верди, Петховена, Шуберта и многих других. А также биографии и произведения композиторов с древних времен, которые не на слуху у простых обывателей. Помимо портретов композиторов, издание содержит фоксимили автограф и партитуру с автографами различных композиторов. В прошлом году мы отмечали 170 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова, самого народного из всех русских композиторов, создателя композиторской школы, востребованной и сегодня, профессора консерватории без консерваторского образования. Римский Корсаков родился в семье, далекой от художественных интересов. Уроки фортепианной игры давала соседка. Музыкальные впечатления дополняли народные песни и культовое пение в Тихвинском мужском монастыре. Прошедший 2019 год был объявлен Годом театра, поэтому мы не обошли стороной и эту дату. На нашей выставке раздел «Театральные деятели» открывает цитата Пьера Дерансара. «Весь мир — театр. Мы все — актеры по неволе. Всесильная судьба распределяет роли, и небеса следят за нашей игрой». Этот раздел украшает книга «История русского театра. Москва. Книга издательства «Объединение. 1914 год». Данное издание можно назвать первым опытом фундаментальной истории русского драматического театра. В предисловии к первому тому редакторы-составители написали об этом так. «История русского театра — одна из важных и блестящих сторон в истории русской культуры, но вместе с тем и одна из наименее исследованных». В качестве консультантов издание пригласили московского купца Алексея Александровича Бахрушина, собравшего богатейшую коллекцию по истории театра и незадолго до того в 1914 году передавшего ее Академии наук, и петербуржца Николая Александровича Попова, театроведа и режиссера театра Комиссаржевской. Авторами театральных обзоров изъявили желание выступить амфитеатров Бродский, Брюсов, Каньи, Лернер. Заведование художественной частью взял на себя прославленный живописец Константин Алексеевич Коровин, известный также как театральный художник, оформивший свыше ста спектаклей только в Императорских, Мариинском и Большом театрах. Предполагалось, что историю русского театра составят шесть томов. Однако мировая война отдалила, а две революции сделали невозможным завершение этого интереснейшего замысла. Тех, кто стоял у его истоков, октябрь 17-го разметал по разным городам и странам. Для этого издания, для нашей выставки мы использовали фоксимиля Симеона Полоц, Полоцкого. В 1660 году впервые приехал в Москву, перед царским семейством в Кремле читал свои стихи и предложил царю свою литературную службу, которая была принята. Его поэзия не только восхваляла царя, но и воспевала мощь и силу русского государства. С 1667 года на Симеона было возложено воспитание царских детей, для которых он написал несколько сочинений, где сгруппировал всю сумму знаний, какие дали ему школа и чтение, начиная с апокрифов и кончая астрологией. Ученый монах Симеон Полоцкий создал церковно-школьный театр в России. В середине 60-х годов 17-го века он написал комедию «Блудный сын». Эта пьеса была направлена против молодых людей, которых родители в те годы посылали учиться за границу, а они растрачивали отцовские деньги. Пьеса призвала их одуматься и раскаяться. Эта пьеса была первой русской письменной драмой. В разделе «Театральные деятели» представлен также Факсимили Иоганна Готфрида Грегори. Он устроил школу для детей православного и ветеранского исповеданий, при которой основал домашний театр для представления пьес духовно-нравственного содержания. Узнав об этом через боярина Матвеева, царь Алексей Михайлович приказал Грегори учинить комедию, а на комедии действовать из Библии книгу «Эсфирь» и для того действия устроить хоромину вновь в селе Преображенском. Грегори вместе с учителем приходской школы Юрием Гевнером Михайловым собрал на Москве детей разных чинов, служилых и торговых иноземцев, всего 64 человека, и стал с ними разучивать комедию «Эсфирь», разыгранную 17 октября 1672 года. Невиданное до толи зрелище очаровало царя, следившего за ходом пьесы в продолжении десяти часов непрерывно. Он щедро наградил комедиантов и Грегори. Василий Кириллович Тредиаковский Русский поэт, переводчик и филолог. Впервые в русском языке и литературе теоретически разделил поэзию и прозу и ввел эти понятия в русскую культуру и общественное сознание. Наряду с заказными стихами Тредиаковский ежедневно работал над своей главной книгой – поэмой «Телемахида» или «Странствование телемаха». Это был свободный стихотворный перевод романа французского писателя Фенелона. Радищев писал, что Тредиаковского выруют из поросшей мхом забвения могилы. В «Телемахиде» найдутся добрые стихи и будут в пример поставлены. Радищев использовал один стих из нее в качестве эпиграфа к путешествию из Петербурга в Москву. «Чудище обла», «озорно», «огромно», «стазевно» и «лаяй». На современный русский язык это можно перевести так «Чудовище тучное, гнусное, грубое, гадкое, огромное, имеющее сто постей и лающее». Это несколько измененная строка из 514 стиха поэмы Василия Тредиаковского «Телемахида», написанной в 1766 году. У Тредиаковского речь идет о псе Кербере, Цербере. «И находились гнуснейшие из страшилищной пачи, нежели тот преужасный пес Кервер, чудище обла, озорно, огромно, с трезевной и лоей». Трезевную пасть Родищев для усиления эффекта поменял на 100-зевную. Так он охарактеризовал множественность того зла, о котором шла речь в его произведении. Александр Сергеевич Пушкин также отмечал. Тредиаковский был, конечно, порядочный и почтенный человек. Его филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел в русском стихосложении обширнейшее понятие. Любовь к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами, и самый выбор стиха доказывает необыкновенное чувство изящного. В Телемахиде находится много хороших стихов и счастливых оборотов. Не менее заметная фигура в истории русского театра Александр Петрович Сумароков. В эклогах моих возвещается нежность и верность, а не злопристойное сластолюбие. И нет таковых речей, кои бы слуху были противны. В 1756 году Сумароков был назначен первым директором первого профессионального государственного театра в Петербурге. Сумароков видел в театре возможность осуществления воспитательной роли по отношению к дворянству. В 1759 году он издавал журнал «Трудолюбивая пчела». В журнале содержались нападки на вельмыш и подьячих, из-за чего он был закрыт через год после основания. Высокопоставленные чины были недовольны Сумароковым, и после вынужденного ухода в отставку поэт полностью посвятил себя литературной деятельности. Просветитель Новиков брал эпиграфы к своим анти-екатерининским сатирическим журналам из притч Сумарокова. «Они работают, а вы их труд едите. Опасно наставление строго, где зверства и безумства много, и другие. Радищев называл Сумарокова великим мужем. Пушкин считал его главной заслугой то, что Сумароков требовал уважения к стихотворству. В пору пренебрежительного отношения к литературе». Денис Иванович Фанвизин – русский литератор, создатель русской бытовой комедии, секретарь главы русской дипломатии Никиты Ивановича Панина, статский советник. Отец русской комедии, сатиры смелый властелин, северный Мольер, потомок рыцарского рода, стал видным литератором XVIII века. Первую оригинальную комедию «Бригадир» Фанвизин закончил в 1769 году. Пьеса так понравилась публике, что писателя сравнивали с Мольером, основателем классической комедии. Дениса Фанвизин даже пригласили в Петергоф, чтобы он лично прочитал произведение императрицы Екатерине II. В 1782 году Фанвизин закончил свою главную комедию – «Недорсель». Зрители приняли пьесу с восторгом, правительство и дворянство враждебно. Екатерине II она не понравилась из-за резкой сатиры на дворянские традиции, и Фанвизин до конца жизни оставался у императрицы в немилости. Александр Иванович Герцен отмечал, в произведениях этого писателя впервые выявилось демоническое начало сарказма и негодования, которым суждено было с тех пор пронизать всю ли русскую литературу, став в ней господствующей тенденцией. Говоря о творчестве Фанвизина, Пелинский писал, «Вообще для меня Катемир и Фанвизин, особенно последний, самые интересные писатели первых периодов нашей литературы. Они говорят мне не о заоблачных первостепенностях по случаю плошечных иллюминаций, а о живой действительности, исторически существовавшей, о правах общества». Фанвизин упоминается и в романе Пушкина Евгений Онегин в строфе о русском театре. Там в старые годы сатиры смелый и властелин блистал Фанвизин, друг свободы и переимчивый княжнин. Отдельно Фанвизину посвящено произведение Пушкина «Тень Фанвизина», где Фанвизин, будучи призраком, посещает русских поэтов Кропова, Хвостова, Державина с целью наказать или поощрить поэтов. Наконец, Майкл Мэддекс, английский инженер, фокусник, российский театральный деятель, основатель Петровского театра. Его фоксимили мы тоже решили представить вашему вниманию. Впервые в мировой практике Мэддекс создал театральный художественный совет, который осуществлял репертуарную политику, распределял роли и решал другие творческие вопросы. Петровский театр Мэддекса в Москве простоял 25 лет. В 1805 году здание сгорело. Сцена современного Большого театра занимает то самое место, где поставил свой театр Мэддекс. В прошлом году исполнилось 265 лет со дня рождения русского святого чудотворца Серафима Саровского. На нашей выставке представлено первое научное исследование, посвященное Серафиму Саровскому, преподобный Серафим Саровский о географии, почитании, иконографии. Москва. Издательство Индрик. 2004 год. Издано к 250-летию со дня рождения и к столетию канонизации Серафима Саровского. В 2001-2003 годах при поддержке Российского гуманитарного научного фонда коллектив ученых на основе изучения новых архивных, археологических, документальных, агеографических и иконографических материалов провел исследование, посвященное агеографии, иконографии и истории почитания преподобного Серафима Саровского. Исследование готовилось сотрудниками Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Музея Московский Кремль, Государственного архива Российской Федерации, Объединение Мосгорархив, Церковно-научного центра «Православная энциклопедия», Института всеобщей истории Иран. В издании также принял участие Саровский исследователь Валентин Александрович Степашкин. По словам составителя книги, научного сотрудника музея Андрея Рублева Натальи Чугреевой, в издании прослеживается история о создании всех пяти известных на сегодняшний день жизнеописаний Серафима Саровского. Публикуется первая биография, рукописный оригинал которой хранится в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге. Первое жизнеописание преподобного Серафима Саровского написал и романах Сергий, который в предисловии так объяснил причину его составления. Апостол Павел говорит, «Поминайте наставники ваши, и же глаголоша вам Слово Божие, их же взирающие на скончание жительства подражайте вере их. Посему, благоговея к потевшему Бозе старцу за его примерные добродетели, я вознамерился кратким писанием придать памяти его жизнь и подвиги». Краткое жизнеописание преподобного Серафима Саровского, составленное ермонахом Сергием, стало основой для всех последующих жизнеописаний преподобного. Отец Сергия в миру Степан Васильев, отставной губернский секретарь, поступил в Саровскую пустынь в 1818 году, где подвязался в иночестве под руководством старцев-подвижников Марка и Серафима. В 1827 году послушник Степан был пострижен в монашество с именем Сергий. В 1830 году рукоположен в сан Ердиакона, в 1834 в сан Ермонаха и в этом же году принят на должность казначея Спаса Вифанского монастыря, находившегося под управлением Лавры. В октябре 1852 года отец Сергий возведен в сан Архимандрита и назначен настоятелем Серпуховского Высоцкого монастыря. В июле 1861 года архимандрит Сергий уволен на покой в Троице Сергиеву Лавру. В своем прошении о разрешении к печати жизнеописания преподобного Серафима отец Сергий написал об источниках своего труда. «Из уважения к памяти добродетелям Саровской пустыни старца Серафима собрал я некоторые черты из его жизни. Частью из уст самого старца, частью из сказаний благочестивых и достойных доверия иноков в Саровской пустыне, знавших его лично, частью из собственных наблюдений, так как живший в Саровской пустыне и пользовавшись в продолжении 15 лет его наставлениями, я сам многое относящееся к его жизни видел и слышал». Краткое начертание жизни старца Саровской пустыни, схемонаха и пустырника Марка вышло в свет в 1839 году. Эта публикация стала первой из известных на сегодняшний день работ, посвященных преподобному Серафиму. С Фоксимиле I, рукописного жития старца Серафима, краткое начертание жизни и подвигов достопочтенного и светлого старца Серафима Ирмонаха, «Саровская пустыня и затворника», написанного Ирмонахом Сергием в конце 1830-х, в начале 1840-х годов можно ознакомиться в одном из лучших изданий из современной коллекции редкого фонда нашей библиотеки.